Здравствуйте, дорогие друзья! Очередной раз очень приятно приветствовать вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа в информационном блоке от Славянской Церкви, адвентистов седьмого дня здесь в городе Сакраменто. Несколько слов о жизни и служении нашей Церкви, о планах и мероприятиях, которые будут уже в ближайшее время. Начну, как всегда, с информации о служениях, которые нас ждут в эту субботу. А в эту субботу у нас проповедует служитель нашей Церкви Илья Гриневич, так что, пожалуйста, молитесь за его служение. Также в эту субботу у нас будет встреча семейного отдела в Санта-Круз, поэтому те, кто едет, пожалуйста, ждем всех вас. В нашей рассылке я уже отправил адрес, где будет именно проходить наша встреча. Также, я думаю, вы знаете, что с собой нужно взять все постельное белье, все принадлежности для этого. Ну и позаботиться о еде, так как питание не входит в стоимость этого мероприятия. Хотя, я думаю, что вы тоже уже получили сообщение от руководителя семейного отдела, потому что в субботу все же мы планируем иметь общий обед. Так что, пожалуйста, следите за всей информацией. Также хочу сказать, что спикер, который будет проводить семинары для нас на этой встрече, он очень просит, чтобы во время самих семинаров наши дети, особенно те, кто повзрослее, там 10 лет и старше, они не присутствовали с нами на этих семинарах, так как тема будет достаточно открытая, и вы можете чувствовать себя не совсем уютно, когда ваши дети будут рядом с вами. Поэтому, пожалуйста, имейте это в виду, потому что мы не планируем каких-то особых занятий для детей этого возраста отдельно. Ну, как-то вот так. Так что, всех вас ждем, будет очень приятно провести вместе с вами это время. Ну, а те, кто остается здесь в церкви, пожалуйста, молитесь за это мероприятие, чтобы оно было особенным образом благословением для каждой семьи, которая едет на эту встречу. Особенно тоже прошу вас молитесь за нашего спикера, оно очень волнуется, но я уверен, что Дух Святой использует ее наилучшим образом для того, чтобы эти встречи, эти семинары, они были благословением для всех тех, кто приедут на эту встречу. Хочу также напомнить, что многие из наших домашних церквей уже начали свою работу, и нам будет очень приятно, если вы присоединитесь к одной из них. Как всегда, хочу напомнить еще раз, детали о том, где проходят эти встречи, в какие дни, вы можете получить, позвонив по номеру телефона 916-572-9711. Опять напоминаю, что 15 октября, воскресенье, это уже очень близко, на территории нашей церкви будет проходить ярмарка добра. Тут будут представлены несколько разных локаций, где люди смогут получить юридическую консультацию, консультацию у врача, консультацию у социальных работников, где смогут получить какие-то вещи бесплатно, а что-то, если не захотят, смогут для себя купить. Будут работать также станции для занятий с детьми, мы будем представлять наши клубы разные детские, которые у нас работают. Также будет станция с угощениями от нашей церкви, так что это будет очень интересное мероприятие, на котором мы ждем всех вас вместе с вашими друзьями. Так как хотелось бы, чтобы эта встреча, она помогла людям переступить порог нашего молитвенного дома, получить полезную помощь для себя, ну и чтобы мы могли стать ближе с ними и друг с другом. Поэтому, друзья, мы ждем вас, это будет, повторюсь, 15 октября с 3 до 6 часов вечера. Уже сейчас вы можете приглашать своих друзей и знакомых, а также можете приносить те вещи, которые вы считаете, что были бы полезными для других людей. У меня даже есть перечень приблизительно того, что было бы хорошо принести сюда. То есть это одежда, кроме нижнего белья и носков, обувь, бытовая техника, все для спорта и отдыха, музыкальные инструменты, посуда и декор для дома, а также все, что вы посчитаете нужным кому-то. Еще раз напоминаю, очень небольшая просьба, чтобы все вещи были постираны, приготовлены для того, чтобы их можно было отдать кому-то. Ну и все, что вы принесете, чтобы, если это что-то для продажи, чтобы тоже оно было готово для продажи. Надеемся тоже, что этот социальный проект будет благословением не только для нас, но и для многих людей, которые придут на эту встречу. Также хочу напомнить о том, чтобы вы не забывали подписаться на наш смс-портал. То есть это, уже много раз говорил, но повторю, это вот такая система, через которую мы присылаем вам разного рода сообщения. А вы можете тоже задавать свои вопросы, предложения какие-то по поводу наших служений. Но хочу сказать, потому что вижу уже люди, которые подключились к этому порталу, они задав вопрос, ждут, что в этом же портале будет ответ. Нет, этот портал, друзья, не для дискуссий. Вы задаете вопрос, мы найдем время для того, чтобы на него ответить, если этот вопрос, он такого общественного характера. Если же это вопрос личного характера, то мы напишем вам напрямую на ваш номер телефона, для того, чтобы вот дать вам совет или дать ответ на тот вопрос, который вас волнует. Надеюсь, это будет понятно. Хорошо, ну и хочу сделать небольшое расписание или объявление о расписании мероприятий или особенных встреч, служений, которые ждут нас в этом квартале. 15 октября, повторюсь, это будет ярмарка добра. 21 октября, 5 часов вечера, будет молодежное служение под новым названием God's Love Outreach или в переводе проявлении Божьей любви. И сокращено, это молодежное служение или движение будет называться Глоу. Мы верим, что это будет сильное движение, которое будет говорить очень многим людям о том, как Бог сильно любит нас и что ждет каждого для того, чтобы подарить спасение. Поэтому, пожалуйста, молитесь за молодежь нашей церкви, молитесь за их служение, чтобы это было благословением как для них, так и для их друзей и знакомых, которых они будут приглашать на эти встречи. Еще раз напоминаю, первая встреча будет 21 октября, 5 часов вечера. 3 и 4 ноября у нас в гостях будет Петр Кулаков, и он проведет с нами ряд встреч, так что тоже не пропустите эту возможность. 11 ноября мы будем проводить праздник благодарения или, как мы еще его называем, жертвенная программа. У нас будет особенная и утренняя программа, и вечерняя, так что спланируйте, чтобы весь этот день быть вместе с нами. С 15 по 23 декабря у нас будет проходить молитвенная неделя вместе с Александром Болотниковым. 23 же декабря у нас утром будет служение и вечерей Господней, а вечером будет особенная концертная программа, посвященная рождению Иисуса Христа. Так что приглашаем всех вас на все эти встречи, не пропустите ни одну из них. Я верю, что это будет благословением для каждого из нас. Сейчас хочу вам напомнить о наших молитвенных просьбах. Мы продолжаем молиться за нашу сестру Валю Жигайла, за Таню из Закарпатья, за нашу сестру Ларису Подоляка. Ну и, конечно же, не перестаем молиться о том, чтобы Бог помог как-то разрешить ту проблему, которая сейчас возникла между Украиной и Россией, чтобы эта война закончилась. В заключение хочу прочитать текст от книга Тричи, 7 глава, 1 и 2 стихи. «Сын мой, храни мои слова и повеления мои береги, соблюдай мои повеления и будешь жить. Храни мое наставление, как зеницу ока твоего». Очень интересное обращение Соломона ко всем, кого он считал своими сыновьями. И это интересно для нас особенным образом, так как мы знаем, что Соломон получил особенную мудрость от Господа. Как важно прислушиваться к советам тех людей, которые и сами живут в страхе Божьем. Да благословит нас Господь с мудростью воспринимать Его Слово в первую очередь. Ну а также с мудростью воспринимать советы тех людей, которые нас с вами окружают. Божьих вам благословений, дорогие друзья. До встречи на всех наших богослужениях, которые проходят тут или же в прямом эфире. До свидания.